напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать и так как называлась произведенная в ссср первое баночное пиво а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео в 1974 году правительством было решено наладить выпуск баночного пива невиданного ранее в ссср в 1975 году для этих целей была закуплена линия по разливу баночного пива фрг линию по производству пива установили на останкинском заводе фруктовых вод но пиво там не производили поэтому его пришлось завозить с бадаевского пивзавода для транспортировки даже изготовили специальный пивовоз баночное пиво отечественного производства называлось золотое кольцо особой популярностью она не пользовалась баночка емкостью 350 миллилитров продавалась по 60 копеек в советское время это было почти в каждом доме а что же изображено на фото медицинские банки на спину самый известный в ссср способ лечения простудных заболеваний многие используют его и в настоящее время банка присасывается к коже и благодаря создаваемому в ней вакууму усиливает лимфа и кровооток в тканях и органах что способствует в свою очередь более быстрому излечению воспалений сколько в семидесятых годах стоил большой стакан семечек у бабушек в ссср в семидесятых годах большой стакан семечек стоил 10 копеек маленький 5 копеек бабушки могли насыпать и на 7 копеек если десюнчика не было продавали семечки часто возле остановок или просто у своего домика сидели отдыхали и заодно продавали семечки был популярен сорт семечек пузанок они были на самом деле пузатенькие тонкокоры и маслянисто сладковатая семечки давали пробовать у каждого свой вкус и бабушки жарили каждая со своим секретом в каком советском мультике вы могли видеть персонажа который жаловался эх жизнь моя жестянка да ну ее в болото летучий корабль музыкальный рисованный мультфильм режиссера гарри бардина по мотивам одноименной русской народной сказки песни водяного эх жизнь моя жестянка исполненная анатолием попановым быстро стала популярной как звали эту героиню советской кинокомедии за двумя зайцами это несравненная про не прокопов на из комедии за двумя зайцами роль которой блистательно сыграла маргарита креницына по сюжету кинокартины свирит петрович голохвостый его сыграл олег борисов незадачливый владелец собственной цирюльни модник и вертопрах решает поправить свои дела выгодной женитьбой случайно он узнает что за свою некрасивую дочь броню прокопов на ее отец дает 10 тысяч приданого какое прозвище было у министра иностранных дел ссср андрея грамыко андрей андреевич грамыко советский дипломат и государственный деятель в 1957 1985 годах министр иностранных дел ссср с конца 1940-х годов грамыко в интересах союза более 20 раз использовал право вето в совете безопасности оон вследствие чего получил сначала в дипломатической среде а затем и в прессе прозвище мистер нет в каком году у ссср появилось ядерное оружие успешное испытание первой советской атомной бомбы было проведено 29 августа 1949 года на построенном полигоне в семипалатинске в казахстане она держалась в тайне до этого единственным ядерным государством в мире была америка кто в фильме бриллиантовая рука исполнил эпизодическую роль пьяницы которого задерживает милиция бриллиантовая рука советская эксцентрическая комедия снятая в 1968 году режиссером леонидом гайдаем один из самых популярных фильмов в истории советского кино сам режиссер тоже появляется в кадре он изобразил пьяницу в подворотне многие спорят действительно ли в кадре именно гайдай ведь там не видно его лица но кинокритики утверждают что играет поющего алкоголика именно леонид а какие духи по мнению советских женщин помогали от мигрени в сороковых годах на фабрике северное сияние начался выпуск духов ландыш серебристый они имели свежий бодрящий аромат леса и цветов в народе бытовало мнение что аромат ландыша серебристого успокаивает нервную систему поэтому советские дамы предпочитали лечить мигрени нюхая надушенный носовой платочек эти шапки были очень популярны в семидесятые годы а как в народе их называли не затейливое название этой модели подарил народ вытянутая форма головного убора напоминала гребешок петуха поэтому шапку называли петушок головной убор пришел в массы из советского спорта в 1970-х годах его стали носить биатлонисты лыжники саночники текстильная промышленность ссср выпускала такие шапки в основном к крупным соревнованиям например к ежегодным лыжным гонкам петушок заметили и за границей к зимней олимпиаде в югославии 1984 год а затем в канаде 1988 год были связаны такие шапки с соответствующей символикой сколько в ссср стоил детский гематоген в таком фантике советском союзе был распространен гематоген батончик который ели как профилактическое средство для восполнения дефицита железа основным компонентом гематогена является альбумин получаемый из крови животного в ссср на гематоген существовал гост стоил такой батончик 11 копеек как назывался популярный советский журнал в котором читатели знакомились с новинками отечественного и зарубежного кинематографа советский экран иллюстрированный журнал выходивший в ссср с различной периодичностью с 1925 по 1991 годы с перерывом в 1941 1957 годах в журнале освещались отечественные иностранные новинки киноэкрана история кинематографа печатались критические статьи публиковались творческие портреты актеров и деятелей киноискусства ежегодно проводились также опросы читателей журнала по итогам которых назывались лучший фильм года лучший актер года лучшая актриса года лучший фильм для детей года и лучший музыкальный фильм года что было изображено на обратной стороне популярных у советских модников часов монтана в союзе часы монтана массово появились в 1982 1985 годах на задней крышке часов был изображен орел с распахнутыми крыльями символизирующий сша это воспринималось потребителями как верное доказательство производства часов в соединенных штатах кого называют самой знаменитой бабушкой советского кино самая знаменитая бабушка советского кино татьяна пельцев всенародная слава к театральной актрисе пришла только в 49 лет когда на экраны вышла киноверсия спектакля свадьба с приданым в ее фильмографии множество ролей энергичных пожилых женщин укротительница тигров максим перепелица солдат иван бровкин и иван бровкин на целине они скин и фантомас 12 стульев вам и не снилась формула любви после дождичка в четверг и еще десятки и десятки фильмов что мог сделать советский человек с помощью этого предмета в конце восьмидесятых годов советским заводом электротяжмаш было выпущено поистине чудо отечественной бытовой техники соковыжималка росинка электрическая соковыжималка росинка стала огромным подспорьем для любителей плодовых заготовок и свежевыжатых соков как на даче так и в городском быту советская соковыжималка росинка могла все что касалось выжимки и измельчения фруктов и овощей с легкостью давила морковь свеклу яблоки виноград и ягоды всех калибров цена соковыжималки по тем временам доступная 25 рублей так что она была нарасхват обувь какого спортивного бренда появилась в ссср благодаря олимпиаде 1980 года кроссовки adidas советскому союзу подарила легендарная олимпиада 80 как известно политбюро цк кпсс в 1972 году решая вопрос об экипировке советской олимпийской сборной остановила свой выбор именно на этой марке так легкой спортивной походкой ботинки с тройной полоской не только вошли в моду но и стали поистине культовой вещью в ссср сколько в 60 70-х годах стоила водка московская с зеленой этикеткой московская особая это был дореволюционный бренд водки которые решили восстановить в ссср еще в 20-х годах на заре советской власти до 1981 года полулитровая бутылка московской особой стоило 2 рубля 87 копеек 2 75 без стоимости тары после 1981 года цена выросла до 5 рублей 30 копеек а в конце 80-х стоимость водки московская особая выросла почти до 10 рублей за пол-литра также в то время в народе начали праздновать и день рождения водки 31 января какой объект строила бригада в советском фильме высота а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео высота советский художественный фильм поставленный на мосфильме в 1957 году режиссером александром зархи по одноименному роману евгения воробьева события картины разворачиваются на строительной площадке доменной печи куда прибывает бригада монтажников под руководством прораба константина токмакова и бригадира николая пасечника в каком городе ссср в 1972 году был построен крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта высокогорный комплекс мидео в казахской сср был открыт в 1972 году расположен вблизи города алма-ата мидео крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта имеет наибольшую площадь искусственного ледового поля 10,5 тысячи квадратных метров а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте что это за устройство в данном коротком ролике и для чего оно используется надеемся что вам понравилось мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различные тематику подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест